Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания в зависимости от того, что там у них есть. Цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Майя впервые появились в третьей цивилизации. И с тех пор в каждой части серии представлены обычно покалем, кстати. И в каждой же части они научная цивилизация. В Seedmers Civilization 6 место появления майя прописано рядом с ресурсами, на которых можно поставить плантацию. Почему так об этом дальше? Причем ни у одной другой цивилизации в игре привязки к плантациям больше нет. Так что ресурсы с плантациями у майя точно будут. Другой вопрос, сколько? Уникальная способность цивилизации называется майяб. Города, основанные на побережье или рядом с источником пресной воды, не получают бонусное жилье от воды. Фермы получают дополнительно жилье и производство за соседнюю обсерваторию, это уникальный район майя. Кроме того, ферма дает плюс одно золото, а каждый ресурс довольства рядом с центром города – дополнительное довольство. Звучит сложно и требует на самом деле большого планирования. Но, с другой стороны, майя вообще не зависят от пресной воды. И чем меньше рек на территории майя, по-хорошему, тем лучше, просто чтобы они не мешались. Причем эта способность еще усиливается способностью лидера. А у майя это Ишвакчан Ахав. С майянского переводится как «Леди Шести Небес» или «Королева Шести Небес». Так вот, ее способность Ишматуля Хав и дает 10% дохода от всех ресурсов городам, кроме столицы, в радиусе шести тайлов от столицы. При этом, если города находятся дальше шести тайлов, то они, наоборот, получают штраф 15% к доходу от всех ресурсов. Кроме того, все юниты имеют мощь плюс 5 в радиусе шести тайлов от столицы. А при основании города все в тех же шести тайлах от столицы вы получите бесплатного строителя. Я думаю, у многих из вас возник вопрос, а сколько вообще городов можно вместить в шести тайлах от столицы. И вы у себя на экране сейчас видите график, по которому понятно, что при идеальных условиях влезет 12 городов, не считая столицы. В принципе, на самом деле, для нормальной игры и победы этого вполне достаточно, но идеальные условия не всегда доступны. Кроме того, у Майя очень специфическая расстановка городов и районов. И зависит она больше от ресурсов роскоши и плантаций, а также желательно, чтобы были места под фермы. Это одна из тех цивилизаций, где, наверное, даже к лучшему, если не будет много холмов, гор, тут вообще на самом деле горы нежелательны. Потому что уникальный район, обсерватория, которая заменяет кампус, вообще не получает ничего за соседство с горами. Зато получает плюс две науки за соседнюю плантацию и плюс одну науку за две соседние фермы. Вот поэтому и прописано появление Майи среди плантаций, чтобы у Майя была хоть какая-то наука. Но если плантации не будет, вы можете добить это фермами, тем более, что фермы будут давать жилье и производство за соседство с этой самой обсерваторией, дополнительную деньгу. И, в принципе, при правильной расстановке это все работает очень круто. Вообще, в Майя как раз единственная цивилизация, пожалуй, в игре, количество науки которой не зависит от места появления. То есть, да, есть Корея, у которой савоны плюс четыре, но им нужны холмы, а их может не быть. Да, Австралия получает соседство от престижа, но его тоже может не быть. А вот поставить обсерваторию и окружить ее фермами, даже пускай плантации не будет, но вы окружаете фермами полностью, и это уже плюс три. А при этом сама ферма дополнительно дает производство и золото. Так что даже при самом неблагоприятном месте появления, когда у вас кругом сплошные луга, наука у вас будет. Уникальный юнит Майя Хульче заменяет лучника. В отличие от лучника, у Хульче на три больше дальний бой, 28 вместо 25, а также плюс пять против раненых юнитов. В принципе, довольно средний уникальный юнит, и приятно иметь такие бонусы, но они точно не помогут кого-нибудь по соседству захватить. Мои зрители не оценили Майя, отдали чуть меньше двух процентов голосов за эту цивилизацию и поставили на сорок второе место. А в голосовании на худшую цивилизацию Майя заняла седьмое место. Более того, в отзывах было довольно много комментариев о том, что Майя самая слабая в игре. Вот, например, Александр Лебедев пишет. У Майя, как по мне, самые неудачные бонусы. Она очень сильно зависит от того, как её расположат в начале игры по отношению к ландшафту, редкому ресурсу и к игрокам. Слишком много расчётов, чтобы поставить города. Если идёшь на захват городов соседей или просто активно расселяешься вдаль, то у тебя появляются штрафы. По сути, ей играть только от защиты с ограниченным числом городов. Её фермы, по мне, так не такой крутой баф, так как в итоге ты будешь делать акцент на районах и чудесах света. Хоть она и независима от пресной воды, но реки остаются хорошим дополнением к городу из-за плотины и акведука, которые вместе дадут бонус к промышленной зоне, а позже к электричеству от ГЭС. Что ж, ещё одна недооценённая цивилизация моими зрителями. Да, проблема Майя как раз в том, что у неё слишком уникальный геймплей, отличный от других цивилизаций. И, как правильно Александр написал, слишком много расчётов, чтобы поставить города. Но, извините, мы же играем в умные игры, и хочется надеяться, что вы умненькие мальчики и девочки, и можете сделать такие расчёты. И вот, если вы их сделаете, то у вас действительно будет мощная цивилизация. И правильно Александр пишет, что это защитная в первую очередь. Потому что, захватывая другие цивилизации, вы будете терять бонусы от их районов. Ну, в первую очередь, от научных, конечно же. Ещё и получать штраф за то, что эти города находятся далеко от вас. Но, для игры через защиту, у Майя есть всё. И, в принципе, она может поставить 7-9 городов, с помощью которых сможет выиграть партию. Кроме того, это ещё и дополнительная защита от нападения на Майя. Потому что районы, расставленные Майя, другим цивилизациям тоже нафиг нужны. Но да, вам заранее придётся очень чётко просчитывать, где ставить города, где ставить районы, где ставить фермы и плантации. Тем не менее, я ставлю Майя оценку сильно. Потому что, если вы умеете пользоваться бонусами этой цивилизации, то мало кому получится вас сломить. А вот Македония впервые появилась в серии Sidmer's Civilization. Вообще, в шестой части, по-моему, довольно много греков. То есть, цивилизаций, относящихся к греческому этносу. И даже Клеопатра, которая правит Египтом, и та гречанка. Место появления Македонии прописано абсолютно любое. Так что, появляется по остаточному принципу. А остаточный принцип, скорее всего, означает так себе место. Способность цивилизации называется эллинистическое взаимодействие и даёт ускорение за захват городов. Озарение за каждый военный лагерь или кампус в захваченном городе. И вдохновение за каждое священное место или театральную площадь в захваченном городе. Способность Александра, лидера Македонии, называется на край земли. И, во-первых, убирает усталость от войны. А, во-вторых, все боевые юниты полностью восстанавливают здоровье после захвата города с чудом света. Ну, то есть, предполагается, что вы дождётесь, когда цивилизации что-то там у себя отстроят. Какие-то районы и чудеса. И только после этого пойдёте их захватывать. Правда, проблемка тут, что уникальные юниты македонцев появляются рано, когда мало кто ещё что-либо отстроил. Гитайры заменяют всадников. Но, в отличие от всадников, кстати, являются тяжёлой кавалерией, а не лёгкой. А это значит, что они апгрейдятся будут в рыцарей. Стоят дороже в производстве. 100 производства вместо 80. Сила у них такая же, но при этом они имеют одно бесплатное повышение сразу после постройки. Плюс 5 к боевой мощи рядом с великим генералом. То есть, они и так имеют от генерала плюс 5, а если он, в принципе, есть, то ещё плюс 5. А также получают 5 очков великого генерала за убийство вражеского юнита. Другой уникальный юнит Македонии Гиппоспист заменяет мечника. Тоже дороже в производстве, правда, требует меньше железа. Также имеет чуть больше силу, 38 вместо 35. А самое главное, плюс 50% бонус поддержки. Это, кто не понимает, если рядом есть ещё юнит, то вы получаете бонус поддержки. А также плюс 5 боевой мощи при атаке районов. Ну, то есть, при атаке военных лагерей, либо центров городов. Как раз вот Гиппоспистами очень неплохо городайте и захватывайте. Кроме того, на войну работает уникальное здание Македонии. Школа царских пажей, которая заменяет бараки. Даёт всё то же самое, что и бараки. Правда, обратите внимание, что бараки, они работают только на юнитов ближнего боя. А для, например, кавалерии надо строить конюшни. И возникает вопрос, а вот другой уникальный юнит Македонии, гитайры, они же, например, кавалерия. Получается, что на них школа царских пажей не работает. Тут разработчики приняли во внимание, и школа царских пажей работает и на гитайров. То есть она даёт 25% боевого опыта для всех юнитов ближнего дальнего боя и гитайрам, построенных в этом городе. Но самая главная особенность школы царских пажей в том, что 25% производства, потраченного в этом городе на производство военного юнита, превращается в науку. То есть гитайры стоят 100 производства. После их создания в городе со школой царских пажей вы получите 25 науки. И это делает Македонию машиной для войны. Потому что вы просто за счёт постройки юнитов как раз получаете ресурсы для развития. В то время как остальные цивилизации останавливаются, потому что им надо строить юниты, чтобы воевать с вами, вы наоборот развиваетесь, потому что строите юниты. Ну и приятным бонусом вы ещё можете другие цивилизации захватить. Поэтому Македонию и банят обычно в сетевых партиях. Да, она сильна своими бонусами, но дело в том, что человеку, играющему за Александра Македонского, просто надо на кого-то нападать, чтобы развиваться. Это такая вот схема развития. И получается, что человек, имеющий в соседях Александра Македонского, уже нормально не поиграет. Он будет вынужден с ним воевать в любом случае. При этом Македония не испытывает усталости от войны, получает бонусы от захвата городов, получает бонусы от создания юнитов. А все вокруг страдают от того, что им тоже приходится строить армию для защиты от сумасшедшего Александра Македонского. Ну и к тому же, смотрите, гитайры и гипосписты довольно ранний юнит, когда немного у кого в ход есть 25 науки. А эти юниты при постройке именно столько будут давать. Так что на начальных этапах Александр может даже обгонять по науке те цивилизации, которые играют через развитие. Мои зрители Александра Македонского оценили, отдали ему 12% голосов и поставили на 10 место. Вот что, например, пишет DarkinCat. Македония – самая сильная цивилизация. Для военной победы это идеальная нация, побеждал за нее огромное количество раз. Насчет других побед просто можно объявить войну и остановить развитие соперника. Отсутствие усталости от войны и восстановление всех жизней юнитов при захвате городов с чудом света – один из лучших бонусов. Уникальные юниты неплохие, но не самые лучшие, что есть. На ранних порах помогают, но я не предпочитаю воевать в античности. Я соглашусь со своими зрителями и поставлю Македонии оценку сильно. И пожелаю всем нам не иметь Македонию в соседях. Мали впервые появилась в серии Сидмерс Цивилизейшн в четвертой части. Потом пропустила пятую, ну или можно считать, что на замене был Сангай, и опять вернулась в шестой. Место появления Мали прописана пустыня. Причем из всех пустынных цивилизаций именно у Мали самый высокий шанс появиться в пустыне. У Нубии, например, этот шанс ниже. Так что если на карте есть пустыня, Мали будет там. Прямо скажем, бывает, что пустыню не завозят. У меня, например, есть прохождение за Манса Мусу на канале, где у меня вообще не было пустыни. А пустыня для Мали важна, потому что практически все ее способности на это завязаны. Способность цивилизации называется Песни Гриотов. Плюс одна еда и одна вера центру города за каждый соседний тайл пустыни или пустынного холма. Ну, то бишь, в центре пустыни поставили, получили шесть еды и шесть веры просто так. При этом рудники имеют минус один к производству, но плюс четыре к золоту. Чтобы немножко компенсировать отсутствие производства, здания и юниты имеют минус тридцать процентов при производстве. Кроме того, здания в уникальном районе Мали сугуби можно покупать за веру. Способность Манса Мусы называется Торговцы Сахель и дает плюс одно золото Международному торговому пути за каждый ровный тайл пустыни в городе отправления. То есть холмы не считаются. Есть у вас шесть тайлов пустыни плюс шесть к Международному торговому пути. Кроме того, каждый раз при наступлении Золотого и Героического века вы получаете дополнительный слот для торгового пути. Способность Сундиаты Кейты называется Сагалон. Найм великих людей стоит на 20% золота дешевле. Рынок дает два слота шедевров литературы, а сами шедевры литературы дают плюс четыре золота и плюс два производства. Уникальный район Мали сугубо заменяет Центр коммерции. В отличие от Центра коммерции дает еще бонус соседства плюс два золота рядом со священным местом, а также на 20% скидку на покупки районов, зданий и юнитов за золото и веру в этом городе. Как вы понимаете, все сделано на то, чтобы играть через деньги за эту цивилизацию. Это вообще самая сильная цивилизация в шестой циве для игры через деньги. Но проблема Мали в том, что в самом начале она очень и очень слаба. Это происходит из-за того, что у нее минус один молоточек за рудники. И он очень тяжко компенсируется, особенно на начальном этапе. Но если Мали сможет раскочегариться, то ее очень тяжко остановить. А если при этом у нее будут и священные места с пантеоном на соседство пустыни и трудовую дисциплину, например, то у нее сразу два источника возможных покупки юнитов и за деньги, и за веру. Я много раз наблюдал, как Мали практически без шансов выносили в начале игры, потому что у нее нету производства, чтобы сопротивляться обычным цивилизациям. А также много раз видел, как Мали выносила кого-то, ну, начиная хотя бы со средневековья, когда появляется уникальный юнит всадники Мандекалу. Мандекалу заменяют рыцаря, но у Мандекалу на 5 больше силы, 55 вместо 50 у рыцаря. Кроме того, если Мандекалу убивает вражеский юнит, то получает количество денег, равное боевой мощи убитого юнита. Ну, например, если он рыцаря убивает, у которого 50 сил, то он получит 50 золота. Ну и дополнительный приятный бонус – торговец. Не может быть разграблен, если он на суше и в радиусе 4 тайлов от всадника Мандекалу. Так что довольно приятный юнит. Им, правда, тяжеловато города брать, но зато воевать им одно удовольствие, если вы с соперником на одном этапе развития. Так что если у вас в соседях Мали, я крайне рекомендую решить вопрос как можно раньше и вынести Мали до средневековья. До того, как он поставит свои сугубы, раскочегарит производство денег и разовьет религию. Мои зрители, как мне кажется, Мали не распробовали. Все-таки довольно специфический геймплей за эту цивилизацию отдали чуть больше 2,5% голосов и поставили Мали на 33 место. Однако вот что пишет Евгений Лакс. Постройка города на краю пустыни, а именно там появляется Мали, позволяет всегда первыми основать пантеон. Ставим один из городов в пустыню, и он имеет 6 золота с торговцей, плюс 2 золота от карточек, плюс 3 золота от губернатора. Итого с 4 торговцев бонусом 44 золота. В данном случае он говорит про способность Манса Мусы. Избыток золота позволяет полностью решить проблемы производства. Строить то, на что взята карточка, остальное покупать. Варвары в пустыню забредают редко, да и соседи не горят желанием забрать себе безжизненный пустынный город. Лучшие великие торговцы ваши. Из минусов отмечу проблему с постройкой чудес света и, конечно же, с принятием религии ввиду недостатка производства. А в остальном нация очень гибкая, необычная и независимая от точки появления. От себя добавлю, что у Мали есть еще одна очень серьезная проблема, с которой очень тяжко бороться. Это песчаные бури. У всех остальных цивилизаций, которые заточены на появление в какой-то местности, например, Россия в тундре, у нее есть защита от снежных бурь. У Мали же вообще никакой защиты от песчаных бурь нет. И если вы появляетесь в пустыне, и вы строите районы в пустыне, а, собственно, на этой и заточена цивилизация, то будьте гоокутовы к тому, что даже при невысоких значениях стихийных бедствий эти районы будут периодически рушиться и ломать вам всю экономику, и вам придется их ремонтировать какое-то количество ходов. Это действительно серьезная проблема и мешает стратегическому планированию. Если выбирать между двух лидеров Мали, то мне все-таки способность Манса Муссы нравится больше, потому что у Сундиаты Кейта появляется необходимость построить театральную площадь, лишний район, для того, чтобы получать шедевры литературы. И проверив в нескольких партиях, эти шедевры литературы не дают достаточного бонуса, чтобы оно того стоило. Нормальный бонус, возможно, если вы попытаетесь за Мали через туристическую победу поиграть, возможно, это оно того и стоит. Но торговый путь и дополнительный торговый слот за Манса Муссу более крутой бонус. Тем не менее, я обоим лидерам поставлю оценку среднее. Просто по той причине, что Мали действительно очень легко вынести в начале партии. Или затормозить так, что потом не оправится. Это тоже одна из главных проблем. Но при этом, потом эта цивилизация может так раскачегариться, что вы с ней уже ничего не сделаете. Ну и к тому же, это еще одна цивилизация с уникальным геймплеем. А не как обычно, мы там развиваемся через производство, науку и так далее. Вообще, в этом выпуске получились три цивилизации с уникальным геймплеем. Они все довольно разные. Но, мое мнение, Мали это среднее. Вот и подошел к концу десятый выпуск рейтинга цивилизаций. Обязательно посмотрите все предыдущие. Там тоже много интересной информации. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну и, конечно же, поставьте лайк и прокомментируйте это видео. Наверняка вы в чем-то со мной не согласны. Или, наоборот, согласны и хотите выразить это согласие в комментарии. А еще можно поддержать канал с спонсорской подпиской или суперспасибо конкретно этому видео. Довольно много людей прислало мне через PayPal денежку с пометкой, что это конкретно на рейтинг цивилизации, поэтому вы его и видите. Я действительно чувствую вашу поддержку и это вдохновляет меня в это тяжелое время поддерживать вас этими видео. Надеюсь, я помог вам расслабиться, отвлечься, играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok